здравствуйте друзья у нас в офисе необычный человек зовут лана лана где только она не жила по свету сейчас расскажет значит лана где вы родились здравствуйте меня зовут лана я родилась в городе черновцы в Украине прожила я там 13 лет потом мы с родителями выехали в Ирландию ребенком да тинейджером таким но вам хотелось в Ирландии или вам было страшно в тот момент тогда не было страшно было очень интересно у меня папа большой путешественник он побывал во многих странах но мы как бы ехали проведывать его иногда там в Россию как сам мы ехали но вот на такой длительный период всей семьей мы как бы не жили вместе то есть путешественник он был просто любил попутешествовать или он работал за границей работал да а папа по профессии кто инженер он работал даже в в Израиле два года вот на construction site то есть он инженер-строитель а что возводит какие объекты ну там были такие retail и шопинг-маллы для жителей дома отлично хорошо значит так глядя на вас я соображаю что это уже надо лет пятнадцать прошло да хорошо значит то есть это было что-нибудь двухтысячный год когда вы уехали это было легко уехать или вы просто не в курсе потому что маленькая были это было немножко сложно я в этом тоже была задействована вот папа уже в Ирландии он первым выехал и он полтора года уже там работал и была возможность воссоединение семьи сделать вот сначала он хотел маме как бы сделать студенческую визу и мы ехали в Киев подавали документы на студенческую визу нам отказали я их понимаю да мы еще с мамой такое у нас было приключение приехали на вокзал там поехали в посольство не успели надо было дополнительные документы заполнять английского тогда еще не знали и остались как бы среди Киева пришлось нам ночевать на вокзале но вы могли среди Киева там обойтись украинской мовой да ну как бы в посольстве вас не поняли да да в посольстве не поняли и в Киеве там на русском а вы это разговляете украинскую мову так дома эти кино украинские разговляю с батьками и с друзьями дома это в Ирландии дома и с бабушкой с дедушкой дом для вас сейчас Ирландия не черновцы я бы сказала что я это совмещаю мы часто ездим домой в черновцы навещаем бабушек дедушек а правда говорят что там очень красиво там природа да очень красиво карпаты мальчики симпатичные там есть ну они везде симпатичные да если под правильным углом да ну хорошо в Ирландии мальчики симпатичные бывает и там но они не следят за собой хотелось чтобы они вот неряшливые слушайте а вот вы вот с вашей внешностью вы как бы вписываетесь там типа своя в Ирландии вот когда вас видят они скажут что вы не местная обязательно скажут они постоянно спрашивают откуда вы когда разговариваешь или просто вот даже когда молчишь даже когда молчишь они сразу видят что ты не оттуда не местная просто мне так на мой взгляд вы такая как бы так немножко с рженцой так чуть-чуть и такая вот не знаю я бы сказал чисто ирландская девушка ну это только недавно перед поездом в Калифорнию я решила извинить эти вопросы ааа вы добавили себе ирландскости да мне хотелось что что-то извините вам идет спасибо я знаю у нас ребята они вот когда смотрят там видят девушку симпатичную с вами вопрос девушка свободная да свободная но вы свободная открытая или вы свободная такая не открытая ну загадочность всегда есть хорошо все оставляем загадочность но не то что вы кому-то отдали свое сердце но пока свободная нет никому не отдала все пока при себе держим так жили вы в Ирландии но вы не были нелегалами то есть вы все это время были как бы со статусом нормальным да то есть вы это превратилось в какую-то грин карту местную там европейскую гражданство что произошло ну вот первый раз папа хотел маме сделать судическую визу не получилось другой раз мы попытались и уже была такая свободная программа воссоединения семьи так как он проработал фултайм на работе в Ирландии и вот нам дали добро и мы выехали то есть у него была виза такая типа рабочий то есть у него не было вида нашу то есть разрешение на работу было да и мы вот восемь лет как бы подавали каждый год на продолжение этой визы и после того как мы прожили восемь лет нам дали паспорт ирландский именно гражданство уже дали слушайте а что-то у вас долго там очень долго там не торопятся как из черновцов так сразу проблемы ну не знаю слушайте а много там русскоязычного народа ну я мы живем как родители живут в маленьком городке есть много людей вот мы знаем местных вот они уже там живут по 10-15 лет мы с ними знакомы но вот такой большой общины как здесь например в Калифорнии нет то есть даже в маленьком городке есть какие-то люди русскоязычные да есть какие-то люди хорошо а вот если там по Дублину ходить там есть русская речь какая-то по Дублину да много студентов приезжает вам нравится Дублин? да я училась в Дублине а то говорят что он какой-то неопрятный там типа грязь немного там мусор нет я бы не сказала что он неопрятный то есть ничего это очень красивый уютный город а как вы относитесь к городу Лиммерик в Лиммерике я была но недолго останавливалась вот мы больше туда в Галву ехали там культурная столица Ирландии пару дней прожил у приятеля в гостях в Лиммерике у меня было такое ощущение что там города нет а только поля и коровы и как-то вот куда бы ты не шел все мимо чего-то такого сельсхозяйственного ну считается что только один город в Ирландии большой это Дублин а другие города это как бы села они маленькие и людям так нравится ну вот там есть свой какой-то кайф такой а вот они там англичан реально не любят или нет такого ну наверное у них что-то еще осталось осадок но они люди прогрессивные поэтому у них очень большие связи с Англией мне говорили что ну вот тот мой приятель который жил в Ирландии и сейчас живет он мне говорил что вот если в Ирландии есть какой-то бизнес то это скорее всего будет вот бранч чего-нибудь английского потому что населения мало бизнеса в целом мало вот если какой-нибудь там какая-то там чейн ресторанов там откроется вот там допустим то то будет а если нет то нет это действительно так очень много английского бизнеса там я бы сказала что ирландцы они очень предприимчивы а есть такое да вот они любят работать на себя сейчас у них очень быстро развивается IT-сектор развивается за счет ирландцев или за счет то что они привозят там из Индии и Пакистана там откуда-то ну они они open for everyone они очень ну Ирландия требует людей которые знают много языков особенно европейских такой как французский итальянский а почему-то у них headquarters многих международных компаний находятся в Дублине ну да потому что лететь ближе в Америку там вот как бы центрально между Америкой и Европой как бы да и у них требуются вот люди которые знают языки работы много безработица большая безработица небольшая вот недавно читала статью что GDP у них поднялось и 4% что все неплохо очень неплохо очень неплохо да итак кризис пережили вы Лана жили себе в маленьком городочке потом поехали в Дублин учиться в университет закончили университет? да по какой специальности? сначала я училась я школу закончила в Ирландии да мне было когда я приехала мне было лет 14 вот закончила школу пошла учиться сначала в Waterford Institute of Technology это в городе Waterford я закончила Bachelors in International Business так подайте институт по технологиям а учились вы по бизнесу? да ну там много специальностей хорошо а родители вам что сказали по бизнесу учись? родители не говорили программистом будешь? ну как бы мы знали родители давно знали что надо да открывать ну открывайте да hello здравствуйте это вы на шапусьме? да подойдите 15 минут хорошо? окей итак вы родители давно знали что надо английский язык нажимать на IT но английский я уже как бы выучила да но IT я еще не как бы не пробовала в этой сфере поэтому пошла я по бизнесу учиться вот проучилась я 3 года на Bachelors и хотела еще магистратуру сделать я не понял но на бакалавров не 4 года разве? ну по той программе которую я сделала было 3 года потом через год она стала 4 года уже да итак получили бакалавра по там International Business потом потом я подала документы на магистратуру меня приняли в это как мастеры как бы да меня приняли в Northeastern University in Boston а в США да и это была такая dual program что пол года ты в США находишься и пол года возвращаешься в Ирландию заканчивая ну то есть деньги которые вы платили за это если что то платили это деньги то есть по ирландским ценам вы не должны были платить за американский университет нет по американским ценам хорошо так вы поручились пол года в Бостоне да потом потом я вернулась назад обратно в Ирландию закончила магистратуру после Ирландии пол года в Бостоне как на вас подействовали вы сказали себе я хочу жить в Америке или вы сказали ой боже мой как тут можно жить или вообще что там в Бостоне в Бостоне он мне очень понравился город я не ожидала что Америка вот такая да да удивил восхитил город и сам колледж это не колледж это не колледж университет университет много очень студентов с разных стран очень хорошие учителя программы которые вот студенты могут посещать да он этим славится как раз что студент может и учиться и работать хорошо теперь вы поучились в Бостоне вернулись в Ирландию закончили своего мастера а я вот извиняюсь такой вопрос вот ну вы же в зеркало смотритесь вы же видите что симпатичная девочка да ну так а а чё же вы свободная так то есть вы такая вот как бы вы говорите себе я не меня это не интересует я вот только учусь или вы говорите себе мне принца подавай или чего вот вы же должны на самом деле привлекать много внимания мне кажется мужского нет ну рассказывайте всю правду как ну как я не знаю почему вот так я хотела учиться сначала так то есть не то что сначала я всегда хочу учиться да вот и у меня не было такого что надо выйти замуж надо внимание я я понял вы отталкивали от себя это дело я понял так вот и мне никогда брак не был на первом месте потому что я еще считаю себя молодой и выходить замуж в ну в столь раннем возрасте мне не интересно я понял то есть вы на самом деле не чувствовали что вы завершили какой-то такой этап я не была готова я понял я понял хорошо итак вернулись в Ирландию но вы с одной стороны вроде из маленького городка с другой стороны вы уже не живете с родителями правильно вы искали работу какую-то да я искала работу в Дублине очень насыщенно в Дублине в корке но у меня ничего не получилось а в Англии что вы не искали? ну я решила ехать в Канаду так давайте хорошо поехали в Канаду подождите но разрешение на работу нужно какое-то нет в Канаде? программа она еще есть называется International Experience Class которая позволяет ирландским жителям гражданам выехать в Канаду и проработать там ты можешь ехать в любой уголок страны работать где тебе хочется куда тебя возьмут на какой-то срок да срок сначала была программа один год и можно было продлить еще на два года вот в целостности три года то есть грубо говоря так программа в Канаде направлена на то чтобы молодые люди из Ирландии могли приобрести какой-то международный опыт в другой англоязычной стране и вернуться в Ирландию уже с каким-то опытом да ну что же это неплохо вы реально работали вот там сколько времени три года чего делали сначала я работала в онлайн маркетинг компании это компания работала с бизнес owners с бизнесами и рекламировала их бизнес как бы на yellow pages 411 хорошо я понял так вы какую работу выполняли business development хорошо то есть вы общались с клиентами подписывали их на сервисы хорошо хорошо но вам нравилась эта работа да мне нравилась итак значит вы там ваши три года подошли к концу типа того ну я потом перевелась и работала еще в банке хорошо в банке я себя связала с финансовой сферой так в банке нравилось работать да очень нравилось мне нравится везде работать классочка ну давайте все таки я пытаюсь поймать какую-то линию значит тут работала там работала всюду ей нравилось да в итоге она оказывается в портнов компьютер скул да и здесь нравится и учится на найти да тестера программного обеспечения да почему такая перемена почему вы не сказали бы все еду в Ирландию а может быть в Англию а может быть в Германию а может быть в Голландию и работаю там либо в финансовой сфере либо там в онлайн-маркетинге или там еще что-то то есть вот как такой вот перескок произошел то есть вы как бы знаете серфингист так вот на той же волне куда-то раз так и отошли в сторону как бы пошли по другому гребню этой волны значит что случилось то что случилось мне кажется одно другому не помешает чем больше я знаю в разных сферах тем мне будет легче найти работу я буду лучшим специалистом в сфере которой я потом выберу хотя я знаю что я хочу уже так давайте но вот секрет да а как я оказалась здесь порно в бизнес IT school да мой папа посмотрел ваше видео вот и приложил Лана он сначала сказал мне давай посмотри ведь я посмотрела да мне было очень интересно и когда папа приложил не хотела бы ты поехать вот в Калифорнию я сказала да обязательно и вот я бы возвратилась назад в Ирландию вот начала бы искать работу хотя я мне очень хотелось что-то изменить в своей жизни давайте может быть вы у нас еще сколько вы же недавно совсем к нам приехали да только две недели значит вы у нас на какой срок где-то три-четыре месяца три-четыре месяца то есть вас на самом деле надо поскорее на практику забрасывать так может быть давайте через пару недель резюме вам сделаем и будем так издалека точечно значит там пулять по Ирландии или может быть там сначала в Англию потом так немножко вы почувствуете так сказать вкус и переключимся на Ирландию в Ирландии рынок наверное поменьше будет так что ну хорошо вы хотели бы работать в тестировании да я хотела бы попробовать в этой сфере тут пробовать не надо надо просто брать и делать другое дело что вот с вашим прошлом как бы у вас есть большая вероятность того что вы начнете в тестировании а вынырнете там через год-два где-нибудь в проджек менеджменте но уже в айтишной компании и вот что-то такое будете делать то есть у вас у вас есть с чем скомбинировать технические технические знания это неплохо да вот вот я вчера даже искала работу в Америке? нет в Ирландии да и там вот айти компания набирает тестеров тестирует финансовые продукты это классно слушайте а прилично платят вот по ирландским понятиям ну они не такие open как вот в Америке сразу говорят или там пишут 80 тысяч 60 тысяч за работу они там это скрывают но я посмотрела like average salary где-то будет 50 тысяч евро но это прилично ну ну как нормально неплохо и не очень хорошо мне просто показалось что в Ирландии как-то дороговато по сравнению даже вот с Англией как-то вот мне кажется что дорого там я не знаю ну как в розничной торговле там сувенир какой-нибудь или что-то я смотрю ну боже за что так дорого-то нет наверное такая как это сказать монополия сувенирами да сувениры меня в Ирландии удивили потому что там с надписью Ирландии там обыщешься что-нибудь найти а вот с надписью Гиннес там много пивко ну там есть такой культ этого Гиннеса он везде он радует душу смотрю что-то ирландское понятно да народ любит пивко то обязательно да это на фигурах сказывается на ирландских я бы не сказала они не не overweight не полненькие нет ну немножко конечно надо немножко скинуть там но нет такие что будет вот ваш молодой человек допустим ну в идеале допустим должен пиво пить немножко то есть немножко можно немножко можно да ну хорошо а главное что в молодом человеке? что главное в молодом человеке? да такой вопрос personal personal не ну почему же все девочки же они думают же на эту тему правильно что они там вот как-то ну он должен заботиться заботлив должен быть хорошо ну то есть как он двигаться вперед не сидеть на месте окей то есть он в жизни должен к чему-то двигаться да а то так пиво налил к телевизору сел и давай крутить нет это неприемлемо все надо работать потому что вы сами динамичная поэтому вам хочется какого спутника жить такого динамичного да и вы думаете как бы жить в Ирландии или вы еще не уверены допустим вы приехали в Ирландию нашли работу тестировщиком дальше вы стали двигаться в этой компании она еще какая-нибудь международная там туда-сюда и и все или вы скажете нет я хочу чего-нибудь такого мирового масштаба наверное что-то такого мирового не хотелось бы оседать на одном месте хотя хотелось бы и не хотелось это вот такой ну то есть к маме и папе есть тяготение какой-то гравитация есть гравитация есть да но я вот уже 18 лет езжу по разных странам из-за того что вот education надо учиться там или работать я даже себе не представляю как это жить на одном месте а мамы и папы говорят внуков давай там будем воспитывать там нет? им хочется парень маленьких? тактично так говорят намекают а у вас есть братьские сестрички? нет а так вы же конечно это что же им а как же они вот ну переживают вот это была девочка вдруг бах уехала в Канаду на три года они понимали они что мне ну что не получается да вот с работой может быть в Канаде легче будет и поэтому они согласились они понимают что это только плюс это только хорошо что я поеду в другую страну и у меня есть такая инициатива что я могу за собой смотреть и себя обеспечить я не хочу с английского переводите я чувствую хорошо вы в Канаде ты где жили? я в Торонто жила как там в Торонто? зимы холодные и долгие длинные очень да лето красивое все на улице выходят разные мероприятия в Торонто вот что мне очень понравилось постоянно какие-то events постоянно мероприятия но безопасный город да спокойно да очень хорошо хорошо там тоже работы полно любой совершенно в частности вот по тестированию а у вас не было желание как-то получить какую-нибудь разрешенную работу более продолжительную есть такие возможности? было но вот по этой программе которой я ехала я могла только продлить если у меня был какой-то менеджмент уже у меня должность не была связана еще с менеджментом хотя мой менеджер уже был заинтересован меня оставить там но там есть пункты которые надо эмиграционной службе то есть надо вернуться было по условиям да по условиям вернуться вот и не знаю как у меня жизнь сложится может быть когда-то вернусь в Канаду вам не хотелось бы там жить то есть там вам приятно там было комфортно мне приятнее наверное в Америке из-за того что здесь более вот так динамично люди живут они двигаются с точки зрения отношения вот к иностранцу да вот допустим Ирландия Канада и вот США чувствуется разница какая-то да очень значит скажем между Канадой и США есть разница в отношении людей извне вот такой большой нету разницы вот иностранцы они очень нужны компаниям я не чувствовала никогда себя foreigner что я с другой стороны у меня весь тим все вот коллектив трудовой он был такой международный и мне было очень приятно общаться с разными людьми в этом есть свой кайф правда когда народ со всего мира очень классно и все стремятся куда-то все хотят все хотят только сделать хорошее хорошее дело компании неравнодушные хорошо ладно Ланочка давайте у меня там appointment подошел вверх стучал да ну и давайте мы вас поблагодарим вы к нам еще приходите ребята кто там с вопросами значит пусть задают прямо в комментариях а вы давайте мы с вами договоримся что вы будете ходить и там отвечать на вопросы соответственно если кто-то там захочет вам что-нибудь в личку написать он хоть будет видеть что вы там вот ваши координаты а то меня все начнут как спрашивать как девушку найти как девушку найти а на ютубе в личку ей напишите хорошо окей спасибо большое все друзья красота спасет мир и вы Лана должны принять участие в спасении мира спасибо до свидания пока